Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Коминбай. В прошлом видео вы видели, как я сделал в этом доме, в этом объекте, дымоход для твердотопливного котла, с учетом того, что твердотопливный котел еще не куплен. А в этом видео я покажу, как можно сделать дымоход для камина, когда камина еще нет, соответственно, как нету конодерей. Смотрите, у нас сейчас кирпичная кладка, я просто напоминаю немножко, кто пришел по ссылке напрямую. Кирпичная кладка, газосиликатный блок, то есть я буду делать отверстие, вырезаться, и здесь у нас пойдет гильзовка. Про гильзую трубу обязательно, не важно, камин, твердотопливный котел, газовый котел, шахта, любая, не важно с какого материала она будет сделана, она должна быть загильзована. На данном объекте это будет использоваться 430 диаметр, толщина металла 1,0, и внизу мы поставим прочистку. Я согласую, куда ее вывести, либо в эту сторону, либо сюда. Ну, такие моменты надо согласовывать с заказчиком, потому что здесь, видимо, какой-то еще навес будет. Вот так вот я нахожусь, и неприятно будет, когда я не согласую, поставлю, заказчик придет, Дмитрий, меня это не устраивает. Нет, я так не работаю. И, конечно, на камине диаметр 200, может быть больше, но если вы не знаете, какой у вас камин, диаметр ставьте 200, а кирпичную кладку, снова же, если вы не определились, желательно поставить 250 на 250, чтобы не быть ограниченным потом в работе. Почему 250 на 250, я вам расскажу в конце видео, потому что для камина еще можно... Смотрим, расскажу по точке. Смотрим результат моей работы. Вывели кусок трубы, это участок. На данный момент здесь 75 сантиметров, то есть 30 сантиметров где-то останется под грибком. Потом в грибке делается отверстие, тоже когда кровищи будут свою работу доделывать, обшивать эту шахту. И отверстие, которое у нас будет, они просто вот это кольцо уплотнение через герметик поставят. Все, проблем не будет. Труба сейчас отцентрована, стоит по уровню, с ней никаких вопросов не будет, ее не завалить ни влево, ни вправо. Почему ее не завалят, элементарно, потому что здесь стоят крепления. Еще один очень важный момент, который при строительстве многие печеньки забывают, а вернее не печеньки, а каменщики. И это ни в коем случае к кирпичу нигде не должно подходить дерево. Это очень такое золотое правило, потому что бывают объекты у меня, к сожалению, когда кирпичные кладки подходит к дереву. А здесь, на данном объекте, смотрите, везде зазоры, нигде труба не соприкасается ни с одной стороны с кирпичной кладки. Поэтому с точки зрения пожарной безопасности, это один из лучших вариантов дымохода в наших условиях, в Республике Беларусь, я думаю, в постсоветском пространстве, потому что вы трубу можете выдернуть. Если труба вышла из строя, вот это одно из креплений, которое надо будет снять. Давайте я спущу сейчас вниз и покажу вам, как это можно сделать, потому что в прошлом видео я на этом не цитировал внимания. Это довольно важный момент. Не важно, с какого материала сделан у вас дымоход, нержавейка, керамика, изокерн-блоки, полимерный какой-то дымоход, не важно, с какой марки стали. Если происходит возгорание сажа, они все боятся возгорания сажа, в том числе и керамика. Один, два, три, четыре, пять, шесть возгораний саж. Ну, рано или поздно просто выйдет из строя. Представьте, если в керамической трубе, к примеру, по центру вышла какая-нибудь труба разрушилась. Вы представляете, что такое ее достать? Это проблема. Поэтому здесь очень много таких факторов, о которых можно долго разговаривать. Но я стараюсь делать таким образом, чтобы трубу, если я уже работаю с нержавейкой, чтобы ее можно было всегда демонтировать. Потому что, ну, как бы не было, как материал, нержавейка, конечно, попроще, чем керамика. Ну, если так будем разговаривать. Вот, вон там результат моей работы. В прошлый раз я ее делал, в предыдущем видео она есть. Они практически одинаковые. Единственное, что здесь вот очень близко находится лес. И, возможно, вот сюда в дальнейшем поставится уже либо дефлектор, либо грибок. Потому что может отбивать от этого вот леса ветер. То есть он будет идти, ударяется. И, возможно, потом задувание вовнутрь. Это не исключено. На моей практике такие моменты были. Поэтому у заказчика, конечно, я предупредил об этом. Но на данный момент будет все запускаться именно в таком варианте. Почему? Потому что, чтобы дымоход был чистый. Дымоход будет чистым. Вот эта грязь, которая от грибка отбивается, она будет стекать вниз. Это не есть хорошо. Чтобы этого не было еще, чтобы защитить металл, можно еще поставить Артамакс. Польского производства Артамакс. Ни белорусского, ни украинского, ни российского. А именно польского. Почему? Потому что там аккуратненький такой подшипник. Да, он, возможно, выходит когда-нибудь из строя. Но снова же его надо... Там есть свои секреты, чтобы он жил очень долго. И он крутится. Он крутится вокруг своей оси. Он тихий и к соседям не будет раздражать. Потому что все остальные просто раздражают соседей. Потому что они... Вот так вот постоянно кряхтят. Ладно, давайте. Отошел от темы. Спускаемся вниз. Покажу вам, конечно, какую работу я там проделал. Сейчас я нахожусь в том же каминном зале, будучи. Смотрите, вот кусок трубы, который у нас вышел. Это вставочка. Она вышла буквально сюда на 7 где-то сантиметров. Для чего? Потому что, возможно, еще отделка станет какая-нибудь. Может, каким-нибудь отделочным материалом, скомотека. Может, пенерита, может, еще что-то. Но неизвестно. Поэтому я немножко трубу оставляю больше. Чтобы люди не были потом ограничены. Либо монтажники, которые будут здесь работать. Здесь вот такая у нас конструкция получилась. Обязательно внизу ставится тройничок. Потом N-ный участок трубы. И тройник мы уже пошли наружу. Для чего? Прочистка обязательно. Прочистка должна быть. Не забываем про них. Дымоход должен быть обслуживаемый. Не забывайте об одной такой вещи. Это конденсат. Если у вас стоит выбор, какой дымоход поставить. На садной, либо приставной, либо в кирпичную шахту. Не важно, это тоже приставной дымоход. Ставьте приставные дымоходы. Чтобы конденсат стекал вниз. Это самая главная проблема. Поэтому, возможно, вам повезет, если конденсат всегда будет. Вопрос в его количестве. Но может быть такое, что вы просто не сможете топить камин. Здесь у вас проблема, потому что он будет ужасно вонять. Если еще проблема где-то в котельне, вернее в комнате с вентиляцией. У вас большие проблемы. Скорее всего, вы просто камин не будете использовать. Поэтому, если вы выбираете, какой дымоход поставить на садной, либо приставной, ставьте приставной. Это раз. Во-вторых, печка, камин, неважно, какой топительный прибор, вы поменяли, дымоход остался. И, конечно, удобство прочистки. Вам не надо вызывать никого. Вам не надо лазить здесь вверх на крышу. Вы берете с этого места и прочищаете дымоход. Весь стояк снизу, вверх. Удобно? Конечно, удобно. Плюс, вы всегда сможете посмотреть дымоход. Давайте я вам покажу, как это делается. Видите? Дымоход. А, дымоход чистый. То есть, вам не надо особо придумать какие-то приспособления, камеру как закинуть, как снять верхний отбойник витамин. Нет, не надо. И еще, в продолжении разговора, который я начал на крыше, почему дымоход, если демонтировать, как это сделать? Смотрите, здесь стоят два крепления. Вот одна точка крепления и вот вторая точка крепления. Если дымоход выходит из строя, вы просто посидал дальнейшим. Не надо кирпичом закладывать. Просто закладываете либо ЦСП, либо сейчас мини-рит, если только не стекломагнезитом, мини-ритом. То есть, материал, который не боится влаги. Зашиваете полностью. Когда у вас вышел дымоход из строя, 15, 20 лет, 30 лет пройдет, неважно. Каждый материал имеет срок эксплуатации. Вы его просто убираете мини-рит, убираете дымоход и новый ставить. Все. Вам не надо ломать голову о том, как заменить дымоход. Я стараюсь делать именно так. Я доволен своим результатом. А, и еще один момент. Это касается именно каминов. Потому что дымоход этот для камина. Когда вы делаете кирпичную кладку, в начале видео я говорил, почему желательно делать 5 кирпичей. Потому что вы вот это пространство можете использовать под воздух. Неважно. Либо под вытяжку, либо под подачу воздуха. В камеру сгорания, в камин. Потому что это довольно больная тема. И на круглых диаметрах, да, вы можете там, у меня бывают объекты, когда люди ставят прямоугольную шахту. Это в размер 140 на 270, 130 на 260. Это уже как у кого руки заточены, тот и делает. Ну, поэтому, ну, да, там толщина шва бывает разная просто. И поэтому на круглых диаметрах тяга гораздо лучше, чем на овальных. Запомните это. Особенно прямоугольники, квадрат, они вообще никуда не идут. Обязательно ставьте, ну, если есть обязательно, если есть возможность, ставьте кирпичную вкладку в 6 кирпичей и ставьте круглый диаметр дымохода. Именно в этом варианте это 200 диаметр идет толщиной 1 мм. И теперь давайте я отойду немножко подальше, покажу результат своей работы. Потому что, ну, в прошлом видео я начал, а где в этом видео я его закончил. А третье, вот это вот там, где лестница. Это один мой дымоход. И вон, с правой стороны, это второй мой дымоход. Все. Я со своей задачей, которая была поставлена на этом объекте с двумя дымоходами, один под твердотопливный котел, другой под камин, я выполнил. Заказчик остался, конечно, доволен. На этом буду свое видео заканчивать. С вами был Дмитрий Михайлов. Коммент бай, подписывайтесь на мой канал. Конечно, заказывайте мне монтаж дымохода. Всем хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok